Доброе утро! Вы смотрите выпуск новостей в эфире телеканала Катунь24. Меня зовут Егор Матаев и прямо сейчас поговорим об актуальных новостях к этому часу. Полтора миллиарда рублей из федерального бюджета выделили на строительство жилья для сельских специалистов. За ближайшие полтора года в планах возвести 19 тысяч квадратных метров в 18 регионах. Жилье такое будет предоставлять тем, кто приехал работать на село по соц. найму с возможностью выкупа. Что касается Алтайского края, правительство Российской Федерации направит сюда почти 163 миллиона. Это обсудили на совещании с участием премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. Данные предоставила пресс-служба федерального Кабмина. Жилье строят по программе комплексное развитие сельских территорий с мая 2019 года. Целей несколько. Во-первых, привлечение кадров в сельскую местность. Во-вторых, обновление инфраструктуры. И в-третьих, сохранение сельского населения в стране на уровне не менее 25,3% к 2025 году. И продолжаем выпуск. 44 мобильных фельдшерско-акушерских пункта работают в Алтайском крае. Там можно сдать анализы, получить рецепт на лекарственные препараты, пройти первый этап диспансеризации и сделать плановую прививку. Мобильные ФАПы обслуживают в основном поселки с численностью жителей менее 100 человек или чуть более 100, где нет своего фельдшерско-акушерского пункта и медицинского работника. Специалисты приезжают в поселки один раз в неделю или дважды в месяц, в зависимости от численности жителей. В остальное время пациент может вызвать неотложную помощь или обратиться самостоятельно к фельдшеру соседнего села, за которым закреплено медицинское обслуживание поселка. Графики выездов мобильных фельдшерско-акушерских пунктов публикуют на сайтах и в соцсетях больниц, села или района, а также в общественных местах. Полный график работы всех мобильных ФАПов в крае размещен на официальном сайте Министерства здравоохранения региона. Добавлю, за год не менее 100 тысяч жителей края получают медицинскую помощь таким образом. В ближайшие пять лет в крае планируют приобрести еще 8 мобильных ФАПов. И еще о медицине. В краевую клиническую больницу скорой медпомощи номер 2 в ближайшее время придут работать 17 выпускников ординатуры. Как уточняют в Минздраве региона, всего появится двое анестезиологов-реаниматологов, пятеро хирургов, трое неврологов, эпидемиолог, уролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, терапевт, инфекционист и врач клинической лаборатории диагностики. В БСМП номер 2 уже готовят рабочие места для молодых докторов, где за каждым специалистом будет закреплен опытный наставник. И о культуре. 47 изделий из хрусталя. Это не только привычные зрителю сервизы и композиции, но и еще фигуры животных, сказочные персонажи, которые представлены в художественном музее Алтайского края. Выставка называется «Искусство Владимира Муратова». Приурочили ее к 95-летию мастера, народного художника, действительного члена Российской академии художества, лауреата государственной премии имени Репина. Владимир Сергеевич наш земляк. Он родился в селе Хмелевка Алтайского края в 1929 году. Посвятил малой родине композиции «Голубой Алтай» и «Цветы Алтая». Их фрагменты, кстати, представлены на экспозиции. Именно с этих работ и начала формироваться коллекция произведений Муратова в музее. Сейчас здесь уже около 170 произведений. 34 из них подарил музею автор и его наследники. Возрастных ограничений для посещения нет. Восьмилетняя жительница Барнаула Ева Лейман сыграла в российском сериале «Трудное». Он уже стартовал на одной из российских онлайн-платформ. У девочки эпизодическая роль. Она главная героиня в детских воспоминаниях. В картине также снялись Кира Медведева, Глеб Калюжный и Аристарх Венес. Съемки проходили в Твери. Для молодой актрисы это был первый опыт в актерстве. Вот как ты вживалась в образ. Тебе объяснили. Ты ребенок, которого не кормят, за которым не следят и о котором не заботятся. Я не знаю, конечно, как я смогла сыграть, но Оксана Барковская была в восторге. Создательница. Да. И когда пришлось переснимать фильм из-за того, что, когда перекидывали на платформу, через которую сделали бы фильм, звук совсем пропал, и видео стало мутным. Поэтому пришлось переписывать видео. Нас пригласили, но поскольку мы не могли приехать в Тверь, Оксана Барковская говорила, что кроме меня она не хочет видеть никого. Настолько я ей понравилась. Получается, съемки были в Твери. Мы сейчас узнали, да? И еще и переписывали вы какие-то сцены, потому что были проблемы со звуком. Здорово, интересно. Ну вот тебе вообще как актерство? Хотела бы быть актрисой потом? Мне бы очень хотелось. К этому часу у меня все. Продолжим в эфире на телеканале Катунь24. Оставайтесь с нами.